всем привет мы продолжаем проходить хогвартс легаси хогвартс наследие как видите в прошлой серии мы получили питомцы верховых для верховых полетов или как правильно назвать крылан ну ну и там еще получили еще несколько животных у нас появилась миссия как взлетать взлетать появилась миссия нужно подойти выручай комнату дико 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 четное поговорить о чем-то как в прошлой серии сказал подозреваю что нам дадут еще один виваре где мы сможем держать верховых животных также мы посетили себастина целом его деревне фелкрафте из и сестру анну немножко разузнали о ее проклятии сегодня посетим урок астрономии и сейчас сходим в дику хочу пролететь на крыла не над хогвартсом как ребята отреагируют увидев меня на рифоне мы сейчас вот в дворике прям на ней приземлюсь есть здесь ученики а где все ребят затрите грифон ребята грифон ребят я на грифоне вам все равно вообще вообще 0 реакции ладно припаркую здесь вы можете снова сесть верхом на крыла но с помощью кругового меню инструмента а у нее исхвать мешка достает прикол так ладно ребятки не отреагировали кстати заметили на входе тыквы хэллоуин ховарти хэллоуин сейчас давайте сходим выручай комнату посмотрим что он скажет дик а где там наш дик так у меня были пока у меня нет ничего подходящего не туда говоришь так а где и хотел бы поговорить с вами как будет минутка есть минутка давай да приведи профессору если сказала что ты можешь рассказать мне о ткацком станке в смысле привет дик профессор уэзли сказала что ты можешь рассказать мне о ткацком станке здравствуйте да касательно этого у дейка возникла мысль он милый правил Решила, что вашим существам нужно больше мест Диек хотел сказать вам, что у него есть идея Как испытать одежду, зачарованную на ткацком станке И, возможно, помочь старому другу Диека О чём ты? Домовой эльф Топс по наказу хозяина выжимает пиявочный сок в пещере недалеко от Хогвартса Хозяин запретил Топсу выходить из пещеры, а Диек знает, что в ней полно пауков Какой ужас Да, Диек давно не получал вестей от своего друга Вам пригодится одежда, зачарованная на ткацком станке Диек думает, что вы можете проверить её, навещая Топса Так, ну давайте найдём Топса Не волнуйся, предоставь это мне, Диек, я найду Топса О, спасибо вам Расскажите Диеку, если сможете что-то выяснить о его старом друге Участь домового эльфа А, эльфы Так, а ну-ка проверю свой виварий Ну, вряд ли там натикал таймер уже А нет, натикал Так, давайте я тогда причешу, ребят Так, всех причесал, ресурсы собрал Пойдёмте посмотрим, что там за новая штучка открылась Для летающих животных, так сказать Открылся второй этаж у нас Давайте посмотрим Это ещё один виварий На берегу такое Прикольно Ну, каково мы здесь можем выпустить Чтобы добавить тварей, необходимо убрать из списка Тварей можно спас И в высокогорных регионах Ага, то есть здесь ещё четыре животных можно держать Допустим А, это сразу два разных, поняли Ещё один вид можно Ну, по сути, это, наверное, фестрал Я так понимаю Моголия Ну, я так понимаю, Моголия это типа фестрал То есть я, в принципе, на тех своих четырёх фестралах тоже могу летать Да Всё волосы фестрала А это должно быть Калиго Это у нас пирог Пироги по грифа То есть мы, в принципе, можем также выпустить и крыла, но Она накормлена Забрать перо и забрать крыло, но Не бойся Я не причиню тебе зла Давайте немножко осмотрим, что она здесь есть Наверное, для изучения доступна Ага, вот туда можно Давайте немножко осмотримся Здесь у нас есть интересного Ага, яйца-пифламбы Присталы А мне интересно, мы можем здесь тоже предметы добавлять Три Да, то же самое Кормушка Да Так же, как и в первом Вивари Уме Не убьётся И убьётся А здесь, похоже, они нельзя Ни метлу, ни животных использовать Ну, вроде бы, больше, вроде бы здесь нету ничего А, а, пещера, подожди, вот есть какая-то Пиявки Пиявки Узломокли Еще один сундук Еще одна арка Я так понимаю Больше здесь нету ничего Прикольно, слышишь Получается, мы можем восемь видов активных держать у себя В двух Вивариях Так Не ли это дурус Так, давайте посмотрим ткацкий станок Что мы можем теперь улучшить Ага, нам теперь нужен еще рог Дроморога А вот фиолетовую вещь мы можем улучшить До третьего Перу феникса А вот легендарный не может Она легендарный, там много ресурсов всяких нужно А мы еще за это опыт получаем, кстати Так Нам здесь нужно, в принципе, травы Нам нету смысла О, розовой напиток Тоже некуда его взять, да Надо будет потом кормушку поставить Поставить кормушку Во втором Виварии Док Док Так, давайте выполним задание, которое дал вам дик Давайте найдем этого эльфа О, логово единорогов Отлично Так, а точка перемещения Ближайшая Можем, в принципе, вот сюда В Хоксилл переместиться Так, здесь может быть опасно, поэтому стоит Вися с валентом Поймаем единорога Для начала Так Тихо-тихо-тихо-тихо Единорог Сука, убежал-убежал, единорог Вот он Ого, его ловить как трудно Есть такое дело Первый единорожек есть Нужен еще хотя бы один Наверное, давай я добавлю еще и невидимость себе Возможно, он один был Так, ну, единорогов больше не видно Походу, он был здесь один-одинешенький Я отлетал, думал, появится еще Давайте тогда полетим пока на миссию И потом попробуем еще раз сюда залететь Может появятся еще единороги Наверное, это пещера Топса Ну что ж, попробуем войти Не стал я проверять Зачарование всех предметов на защиту от пауков И так, думаю, справимся Топс, ты собрал на три флакона меньше, чем требовалось Ты знаешь, что это значит Это значит, это мои постоянные покупатели Не смогут купить уменьшающие зелья Тимуса Из-за этой глупой ошибки Ты неделю не получишь еды И не забудь наказать себя подобающим образом Когда я вернусь за новой партией Вместо твоей идиотской улыбочки Я рассчитываю увидеть окровавленные бинты А если в следующий раз не соберешь на пять флаконов больше То лишишься не только еды Хозяин Топса просто ужасен Сейчас мы ему сделаем окровавленные бинты Топс? Топс? Я дико! Ты здесь? Конфринпа! Так, когда нас обучат заклинанию бомбарда Меня интересует Акция! Инцидия! Экспириан! Конфринпа! Инцидия! Акция! Инцидия! Экспириан! Конфринпа! Ух ты! Ничего себе! Мохнатая попа полезла какая Босяк! Кажется, Топс здесь давненько не бывал Похоже Отправился вглубь пещеры Акция! Акция! Экспириан! Экспириан! Экспириармус Экспириармус Экспириан! Опа! Экспириан! Конфринпус! Экспириан! Чувствую, будем драться с утем огромным пауком акцент акцент так у меня там очко таланта появилась давайте посмотрю куда его можно распределить короче это подумал возьму грозовой напиток улучшенный интересное зелье всех подорил какой же ты гадкий так есть налево мешок а 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 ну а а а а а а запись уличка хозяин если вы ищите топса то он ушел в Вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил до суха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков, Топс. Так, подожди. Я съехал на жопе отсюда, значит мне сюда. Кстати, а ну-ка давай, сейчас мы сделаем против паука. Есть одна штука такая интересная. Нет, не депульса, а десценда. Когда он стоит на дыбы, десценда, можно его назад опрокинуть. А что это было за ответвление налево? Блин, я его не верну, наверное, выше. Вот сейчас на ней проверим. Блин. А ну давай. Акромангул. Ого. Ого, ушатало. А вот теперь я, наверное, жалею, что я не сделаю очарованию на защиту от паука. А какого она уровня? 31-й, она не такого-то и большого уровня, слышишь? О, блядь. не выходит вот сейчас надо было применять это заклинание она почти откинулась а так я хочу и подловить все-таки это она призыв делает блять блин я убила молнией а я хотел так попробовать вина в том что ты огромный смертоносный паук а здесь есть куча проходил и сундук блять я не поджог здесь есть нам вот туда значит о нет кажется этот домовой эльф и есть топс хозяин если вы найдете тело топса значит большой паук оказался слишком силен топс подвел вас и заслужил такое наказание топс чувствует слабость хочется спать топсу нужно одни топс совсем один и только пауки повсюду придется забрать отсюда нужно так как мне попасть вот туда вон до конца Ревелим. Блин, я думал, мы найдем его живого, спасем, их дико будет друг, их там будет двое, печально. Так, ладно, давайте проверим логово. Нет, не появились единороги, вроде бы нету, только грибы прыгают. А это разве логово, подожди, единорогов, лунтеленки, вот единороги. Стоп, есть, 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 блять, шо я нажал. Как я мог нажать N? Да блять, остановись ты! Сука! Да ты косой! Ревелим. 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 Сумку. Еще разочек. Есть второй. Тише, тише, я не сделаю тебе больно. Ревелим. Ревелим. Да, их вообще по одному получается в логове, то есть их очень долго ловить себе нужно. Ревелим. Так, ну что ж, давайте тогда вернемся в выручай комнату. А, надо, надо как раз к Допсу. К Дику. Дик, я только что из пещеры. Чудесно. Дик надеется, что вы передали привет Топсу. Мне очень жаль, Дик, но Топс погиб. Похоже, в конце концов до него все-таки добрались пауки. Ой, Дик этого боялся. Один-одинешеник в той пещере. Бедный Топс. Когда-то у Дика и Топса был один хозяин. Когда он погиб, наши пути разошлись. Дик всегда хотел, чтобы Топса тоже отправили в Хогвартс. Для Дика честь, что он служит таким добрым людям, как вы. Дик будет скучать по другу и с чувством глубокой скорби поднимет за него бокал. Мне жаль, что твой друг погиб, Дик. Спасибо. Вы очень добры. Дик хотел бы побыть один, если вы не против. Да, жаль. Давайте выпустим наших единорогов. А, нам нужно кого-то забрать, ну шо ж. Балтрушайки. Карман, значит, уйдут. Профессор Ховен ни за что в это не поверит. Так, где наши единороги? Так, где мальчик? Блядь, два мальчика. Ну ладно. Что ж поделаешь. Пацаны, пока живите вдвоем. Давай. Три рога единорога. Так, давайте знаешь, что мы им поставим кормушку. Шут это завон для разведения. Ага. Алианта из свитков это находится. Давайте здесь поставлю. Есть. Какие-то статуи появились у меня. Нихуя статуэтка. Нихуя статуэтка. Какая-то камень. А это шо? Это какой-то русал. Пусть будет. И это Queens'а Три т how pays tener. Решил зайти falan 팬ст и свитки. Хочу продать не нужные вещи. Жаль, что прокачанные вещи не стоят дороже. Это как-то странно. Странная у них экономика в игре. так у нас остается для стол для двух больших горшков это нам не надо это для разведения так шоу купить либо зелье стол новый либо 2 больших горшков ади а где загон для разведения ну-ка что схожу это другом магазине извините за запах это все жабьи шкуры какого рода товар вы ищите у меня есть все связанные с существами а нет у нее слышишь там не сказали фолиантах и свитках и животное тоже странно по все по 120 стоят так короче не нашел я этот закон для разведения не пойму где он ладно давайте давно хотел посмотреть как выглядит этот магический стенд буквой т всегда приятно уже купим такие же два больших горшка посмотрите вот так вот выглядит этот стол буквой т принципе здесь сразу можно готовить три зелья по месту он занимает в принципе не так-то и много есть я думаю в принципе для полного этого самого мне вполне достаточно этого стола в принципе можно было вместо компостера поставить еще один стол для полного счастья можно конечно принципе по убирать здесь лишние стулья и поставить еще один если мне этого мало хотя я думаю 6 зелья одновременно варится думаю этого вполне достаточно зато может вот эту наводную башню убрать и отсюда для симметрии можно поставить еще один стол для зелье варки вот так вообще и герой идеально как у по мне идеально 9 зелье одновременно готовится я думаю этого более чем достаточно принципе можно было бы убрать этот компостер 3 чуть-чуть он не вписывается так ладно пойдемте сходим на астрономию так вот это задание астрономии по сети занятия по астрономии еще и туда бы задание астрономическая башня поехали так какая приятная встреча мы ждать начать занятия так тебе выпал дракон наверное это хороший знак может это предвещает приключения дамы профессор шах астрономия это не прорицание вы не прочтете тайн космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки увы для мечтателей небеса всегда остаются туманными но если вы посвятите себя упорному и внимательному наблюдению возможно на мгновение вам откроется истина а теперь достаньте пожалуйста свои телескопы сегодняшнее занятие пройдет на смотровой площадке а я как-то понял что это мы когда-то находили штуку не знали как ей пользоваться у вас по-прежнему нет своего пора уже перестать быть новичком телескопом с вами поделится мистер токар давай я помогу настроить нет нет вы должны настроить его сами имейте в виду вам придется наблюдать за звездами и во внеурочное время это ясно но профессор на улице холодно холод никогда не останавливал великих звездочетов вспомните астрономические столы установленные ими по всему нагорью много веков назад эти астрономы наблюдали за теми же самыми звездами что и мы сейчас все ясно урок окончен прекрасный урок привет кажется мы не знакомы меня зовут амит я большой поклонник астрономии привет амит приятно познакомиться кажется профессор шах сказала что у тебя нет своего телескопа у меня есть запасной можешь одолжить его до конца семестра это очень любезно с твоей страны амит а он точно тебе не нужен совершенно точно это мой старый час и пассивно конец-то раздобыл новый небесный созерцатель ты же слышал о нем ну конечно слышал это же лучший из всех приборов для наблюдения за звездами хотя моя старая модель тоже вполне ничего стекло гоблинской огранки первоклассные оптические чары даже жаль что такой отличный инструмент пылится без дела ну тогда спасибо амит пустяки в общем телескоп хранится в кладовой этажом ниже мимо не пройдешь мне еще нужно кое-что дочитать приходи на нижнюю площадку и захватить телескоп я хочу с тобой кое чем поговорить найдите телескоп напрасно это вздымкает чинили телескопом пользоваться невозможно здесь какой-то огромный телескоп астрономический телескоп этот телескоп лучший в своем роде прибор идеально подходящий для наблюдения за луной звездами и всем остальным но что можно найти ночью на ночном небе нельзя зыркнуть понятно конфликт неужели ты его старый телескоп выглядит почти как новый на таком небе только звезды и наблюдать не будем упускать эту возможность профессор шах мне бы хотелось побольше узнать об астрономии все реже встречаются ученики которые интересуются тайными звезд да еще и по собственной воле но если вы действительно желаете чертить карты небес очистите свой разум от пустопорожни земной болтовни мы сами как пустые звездные карты согласны чистый холст ждущий пока на него нанесут все что есть во вселенной понимаете на занятии вы упоминали астрономические столы что это такое давным-давно адепты наук о звездах повсюду установили каменные плиты идеально подходящие для изучения как ближних так и дальних созвездий столетиями волшебники использовали эти астрономические столы для наблюдения за звездами печально что с тех пор они превратились лишь в памятники бесстрашным интеллектуальным изысканием ушедшей эпохи если я не ошибаюсь прорицание вам не нравится верно среди множества так называемых предметов которые здесь преподают самый никчемный пожалуй прорицание а особенно бессмысленная практика зовущаяся астрологией не путайте астрономию с астрологией первая посвящена тайнам звезд и лун а вторая просто бред это объяснила сиба профессор скорее бы понаблюдать за звездами рады это слышать сегодня будет звездная ночь так мне далеко бежать отличная ночь чтобы но это ты привет еще раз телескоп у меня даже лучше чем можно было ожидать я бы не стал предлагать будущему астроному какой-нибудь третий сортный луноскоп правда тут кое-что еще да что такое помнишь те астрономические столы о которых все время твердит профессор шах я тоже немного почитал о них судя по всему один из них может быть прямо здесь в хогвартсе мы могли бы использовать его для поиска скрытых созвездий и тебе нужна помощь в поисках верно да так ты в деле никто из клуба плюй камней не согласился сказали что лучше пусть их оплюет камень чем ну в общем они трусы пойдем пока еще видно звезды а когда доберемся покажу тебе как пользоваться телескопом обещаю меня дважды просить не надо идем чудесно ты не пожалеешь идем пойдем-пойдем покажешь как пользоваться чей быстро достал как месту стол должен быть впереди на стене замка ищи каменную плиту которая покажется здесь лишний думаю мы ее не пропустим несколько идем тогда штука ревеллио можешь пользоваться говорят что места для столов изначально выбирали кентавры чтобы проводить свои ритуалы приятно наблюдать за звездами в компании единомышленника но она очень рад что мы здесь приятно время от времени покидать класс а ты так не так и что ли не сидишь и правда клуб плюй камней просто трусишки по моему я слишком разогнался давай пропущу тебя вперед на сухо хитрый ты хочешь и 3 жук как-то настораживает немного паутины и горстка пыли не о чем беспокоиться здесь будет почище ты можешь люмус блять включить хотя бы ты же блять включал люмуса себе ревеллио амит можно тебе кое о чем конечно а где именно находится стол который мы ищем если верить старому дневнику одного астронома который я нашел в библиотеке он должен быть где-то у стены замка вообще-то это все что мне нужно что аж хорошо вообще-то я хотел бы ли со блять амит а иди видео мид дай мне страничку забрать наконец-то ванная в клетке это ванная находится под замком очень давно и никто не помнит сколько ходят слухи что она была заколдована десятилетия назад чтобы преследовать студентов которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться личной гигиене а вот дверь было блять только люмусом ключи говорю а вон он вижу я понял люмуса блять от тебя я не дождусь люмус амит можно тебе кое о чем спросить что ты за люмус да ты шо сколько же тут паутины как думаешь в ней засели пауки засели пошли светили могли так близко подобраться к школе вот он это почетное дело тебе попробуй созвездие должно располагаться примерно по центру разве масштаб только настроишь телескоп будем заполнять звездную карту а я понял лира я был прав насчет столов они действительно ворота к далеким звездам как и сказано в книге твой вклад в это дело просто неоценим обещаю однажды я напишу о тебе в своих мемуарах напишешь и напиши спасибо амит мне уже не терпится их прочесть а мне не терпится их написать это только начало ты найдешь и другие такие столы на территории школы и в лесу и все они ждут чтобы их открыл достойный астроном а если я и встречал такого то это ты а и насчет моего старого телескопа можешь его не возвращать лучше оставь себе ты очень добр спасибо пожалуйста там стекло гоблинской огранки а еще надпись на гобледуке между прочим я неплохо знаю гобледук там главное горловые звуки ну в гобледуке и еще произношение звука р в общем рад что наше приключение увенчалось успехом скоро увидимся а найдите астрономические столы испытания разблокирована так сейчас пойдут письма подожди наряжение инвентарь исследование форма для квиддича а за столы приземления места приземления форма квиддича походу идет у меня это испытание мерлина выполнено кстати так здесь у нас внешний вид со звездами звездными глазами а 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 башни по вечерам а какой вид новое задание сейчас письмо должно прилететь мне стало известно что харлоу преследует одного волшебника у него есть доказательства которые позволят нам покончить с харлоу надо вместе с ним поговорить встретимся у него дома я так понимаю у вас есть новости о гоблине которого мы с вами обсуждали давайте встретимся в зале картографии все поговорим и решим что делать дальше два задания на так на путь возвращение на путь и потерянный ребенок средстве снасе нижнем на цене в нем хокс люди ну давай местоположение на карте мало так сразу сделать только заметил давайте сначала это не уверен так не хоть там все равно ждать надо вижу вижу не надо вижу не надо насчет скриптория но ничего от него не добился жду тебя у входа в гостиную слизерина надо поговорить блин и себастиан задание дает награда круцио ноте извини встреча отменяется я к себастиану местоположение придется пешком идти башня когти врана оттуда пешком круцио круцио это важнее всего вот это можно решить так 1 плюс ну-ка потухни плюс паук паук это 8 8 это 9 и того 44 это решу это блять за значок какой-то сука с кораблей или дракон это на первом да вот вуфер по ходу а здесь у нас 13 плюс 3 16 5 пятерка это вот этот крабик open the door please здесь еще бабочка только я не знаю куда ее нужно ревеллио показывает нам а давай бабочку заберем заодно люмус как мы удачно да коп еще одна бабочка нет это не бабочка это это ключ блять акция 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 ключ походу сюда улетел копак попался я так понял если мы засекли ключ и он полетел он летит к двери давай 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 грузи 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 здесь еще походу не были в этой частью слизерин башня слизерина походу вижу 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 страничка руководство статуя кельпи эта статуя изображает кельпи водяного демона оборотня родом из ирландии и великобритании который обычно принимает форму лошади с длинной гривой самый крупный кельпи о котором когда-либо сообщали это лох несколько 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 чудовище в шотландии лох говорит лох 500 монет наблюдаю благодарю еще сундук похож на сундук этого самого скажи о гвардса сундук факу факультета давайте подождем себастьяна ты здесь отлично я получил твою сову что случилось с оменисом я сказал ему что мы не сможем вечно избегать темной магии и чем больше мы будем знать о салазаре слизерине и темных искусствах тем лучше мы подготовимся увы о местонахождении входа в скрипторий известно только мраксом а оменис не хотел мне говорить пожалуй надо бы с ним поговорить тебе попробовать можно но особой надежды нет оменис упрям до невозможности ничего нового я знаю где он я тебя проведу а дальше уже дело за тобой пойдем пойдем он там углублено углубленное изучение будь на чеку никогда не знаешь кто может тебя увидеть хотя раньше нас это не останавливало строго говоря останавливало нас поймали проклятый полтергейст от него одни проблемы зеркало шита за дверца у это туалет с плачущей мир то или как я там а вы покидаете область задания я не и должна быть страничка я уверен я уверен я не уверен однако ванам хорошо а вот и вот это похода женский туалет раковина слизарина на одном из медных раковин этой этой казалось бы обычные раковины в туалете для девочек нацарапана маленькая змея никто не знает что это значит это здесь тогда плачущая мир то интересно она есть я успел я успел я успел что ты здесь делаешь привет оменис есть минутка в чем дело что вы сибастином задумали на этот раз ну ладно тебе оменис я ведь честно рассказал тебе что случилось скриптой сибастин хотел чтобы у меня было безопасное место для тренировки заклинаний мне ведь надо нагонять однокурсников он надеялся что ты не будешь в принципе идея неплохая просто в последнее время сибастин постоянно надоедал мне с одним вопросом и я на него зол только не говори что он опять об этом как его скриптории он тебе об этом рассказал да мы говорили об основателе хогвартса и он упомянул об этом но без подробностей да понимаешь он считает что в нем находится ключ к спасению анны а я думаю что он тесно связан с темной магией которую лучше не трогать постойка ты что никогда там не был разумеется нет я знаю о темной магии благодаря любимой тети ноктуа она это тоже не одобряло в отличие от других членов семьи честно говоря она надеялась убедить их что идеи салазара слизарины были куда шире чем одержимость чистотой крови она узнала об этом скриптории и решила что может узнать побольше о слизарине она даже нашла тайный вход в этом самом коридоре она постоянно писала отцу как пытается туда проникнуть а потом просто исчезла с тех пор никто не пытался попасть в скрипторий это вызывает опасения даже если в результате мы сможем узнать что случилось твоей тетей дело все равно рискованно тетя ноктуа пошла этим путем с добрыми намерениями и погибла не хочу чтобы такое повторилось но с чего ты взял что мы повторим ее судьбу кроме того ты говорил что вы с тетей схожи мыслили это было бы в память о ней ты бы узнал о слизарине о себастиан об анне твоя тетя отправилась туда одна а мы пойдем вместе и справимся вижу к чему ты клонишь тебе удалось меня убедить не думал что это возможно хорошо я открою тебе что знаю сбегай за себастья нам я подожду сбегая за себастья нас я мы не пожалеем об этом себастьян сюда сибас погнали я уговорил его с помощью этих же ровен значит теперь ты готов поделиться а мне ты не рассказал даже когда я умолял об этом ты тоже не сказал что я хотел услышать открыть вход поможет тройка три головы лучше чем одна вообще-то две головы лучше чем одна а значит три лучше чем две обычная математика у меня головы блять что вы думаете конфлина раз нахуй конфлина два нахуй и конфлина три блять надеюсь мы к этому готовы ревелия пацаны вы не это самое не подумайте ничего я бабочку отведу на место они уже попиздавали без меня сука сейчас скажут блять вы отходите от задания сто процентов блять скажут блять а где я ее видел я сейчас же потеряюсь нахуй блять 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 одежь я ее видел ладно ну ладно ревелия блять я мимо нее прошел пацаны блять подождите люмос где ее нашел блять нихуя тут замка услышишь ладно пацаны это потом бабочка съебалась темные зловещие коридоры люблю записки от нукты маркс я должна открыть им глаза наш рот не обязан заниматься темным искусством уверенно с саловаром с лизары нам не все так однозначно и как только я попаду с ветный скрипторий мне удастся докопать это я на написала брату теперь он знает как найти вход но добраться до скриптория нелегко к нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний надеюсь брат последует за мной и мы сможем вместе с прокинуться к наследию предков и прикоснуться камнем ног там маркс запись из дневника подписано ног твой мракс мракс уменис здесь был кто-то из твоей семьи уменис 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 это была моя тетя обломки сложились в изображении человека лицом к лицу со змеей должно быть этот голос я и слышал говорите с уменисом этот голос древний и зловещий ты слышишь какой-то голос это началось когда тебе удалось восстановить изображение шепот сказал мне говори я змеи уст могу общаться со змеями и слышать их все известные змеи уст и потомки салазара слизарина вот бы и мне уметь говорить со змеями познаешь на змеином языке не так уж и здорово его часто связывают с темными волшебниками я не говорил на нем много лет дверь отвориться только под звуки змеиного языка надеюсь я посеял в тебе сомнение открой еще какие никаких сомнений никаких сомнений не вижу причины останавливаться сейчас какая ирония покидая дом я дал клятву оставить темное искусство и вот до чего я дошел отойдите ли мы уже и приходится это делать сработала уменис у тебя и правда редкий дар сибас подходи я да неважно сибас мы вообще-то они пытаемся помочь нет давай не выдебывайся пошли мог бы люму сключить для приличия это же лабиринт салазар слизарин постарался как можно больше усложнить задачу дверь через которую мы пришли закрылась но впереди есть ворота и не одни стоит их изучить вдруг там есть какие-то подсказки одна прям манит давай зайду гляну за мешок деньгами забыл здесь так замок слизарина на шкале нужно сосредоточиться охуеть а подсветить ребята кто-то может люму сам я ебу пацаны не вижу ни хуй я записка 2 салазар слизарин немало потрудился спрятал скрипторий в хогвартсе боюсь заблудиться в этих тени темных коридорах про правит и л но поразительно но эти стены похоже не рады даже его потомку хорошо что есть жаровни которые дают хоть немного света но нельзя падать духом шаг за шагом еда доберусь до цели но к там а жару если говорится о том что она заблудилась и о враждебном приеме а вот жаровня точно ну пацаны могли бы подсветить реально так смотри ревелия сундук у хлеба как светит звука туши его ревелия вырубай вырубай не вижу z давай попробуем z открыть что-то z там что-то начеркана черта череп и такая а наоборот черепа наоборот давай попробую вскрыть первую надо конфликнуть потому что пацаны не хотят мне люмусать такая а наоборот есть такое дело и ах ты неутешительно сучка надо речь и вот козлины и люмус не те кто-нибудь пацаны но его совпали и ворота открылись я как раз собирался сам это сделать но тебе удалось меня опередить отлично четвертая записка си его впереди еще много загадок осмотрите все коридоры сложно понять какой из них куда ведет не рядом и us мы усилились вскоре будут вознаграждения я найду скриптории и мне откроются тайны нашего предка сала заросли зерана оставил своим потомкам q путь к славе в этом нет сомнений но кто упоминает не только мучительные тяжелые испытания но и награду мучительный люмус это меня как раз и волнует лично я слышал только что-то о награде идем дальше а здесь замок вот есть так пацаны что до сих пор не открыли солнце луна и змея еще одни ворота так солнце луна и змея 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 запасными я назад так пацаны ну хотя бы плюну с нуля ну емое загадка ещё frick carлы решена впечатляет ты молодец люмас так ну тут надо конфликнуть третья записка я провалила испытание имени хлестнула по лицу будто настоящая змея бросилась на меня но назад дороги нет нужно продолжить путь нельзя и дальше жить по старым традициям в скрипторе и наверняка есть что-то что поможет мне доказать наше наследие было понятно 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 неверно у меня тетя хотела изменить ваши семейные традиции хотела люмос и именно за это я любил ее больше всех от санечки на помощь есть замок нужно понять код который нужен для открытия его а ну могли бы крикнуть меня уголовка и какой-то треугольник уголовка и треугольник мари пацаны крикнуть все сам уголовка и треугольник снова заперто а он был не из гостеприимных до уголовка и треугольник блядь не то пуголовка сейчас скинется с каждой шкалой становится все сложнее но пока что у нас получалось не сдавайся сука пизделик у съебал ос пуголовка 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 и и забыл треугольник пацаны вам там видно все нормально люмос мы еще на шаг ближе к скрипторию нихуя не вижу если честно как они без люмуса ходят там впереди что то есть что-то недоброе как-то тревожно здесь нужно двигаться дальше ради моей тети ну шо мы застыли на то кажется мы заперты здесь в очередной раз салазар слизарин пока он круче он он записка лежит это конец я в ловушке я слышала чей-то крик и вы не видела лица перекошенные от боли чтобы идти дальше нужно применить непростительное заклинание но даже будь у меня желание его наложить мне просто не на кого не на кого салазар слизарин придумал невероятно жестокое испытание в последнем письме своему брату я сглупила я сглупила позвав его сюда если он отправится на мои поиски в одиночку его ждет гибель и все из-за меня несмотря на наши разногласия не желаю ему зла жаль что мы расстались на такой недо доброй ноте у меня с здесь скелет и последняя запись из дневника но кто она пишет что оказалась в ловушке и не могла выйти из-за непростительного заклетия здесь здесь она и умерла мы все здесь умрем и зачем я только вас послушал оменис мне очень жаль твою тетю но я знаю что делать будет непросто ты сказал что знаешь что делать на двери изображены лица искаженные от боли а на камне высечено слово круцио думаю что дверь откроется под воздействием заклятия круциатус вот почему погибла ноктуа ей не на кого было наслать заклятия из нас всех у омениса больше всего опыта с круцио это должен сделать он похоже вы хорошо ладите с уминисом можешь попросить его об этом блядь давай я ты знаешь его лучше чем я отлично пожелай мне удача блядь я вообще я хотел попросить его нам бы сейчас удачи оменис я знаю что ты совершенно не хочешь этого делать ты прав не хочу я думал ты хорошо меня знаешь но это совсем другое дело тот на кого ты наложишь заклинание сначала сам на это согласиться это будет не невинная жертва я согласен давай на мне чтобы заклинание сработало нужно хотеть чтобы она сработала в этом суть непростительных заклинаний если это необходимо кто-то из вас должен это сделать я давай я я я готов блять нахуй не себастиан и что теперь делать у меня с отказался снова применять круциатус глупости будто погибнуть здесь лучше чем наслать это чертово заклинание надо решить я могу научить тебя круцио или использовать его против тебя стойко ты не говорил что умеешь накладывать круцио потому что я и сам в этом не уверен оменис об этом знает но не оставил нам выбора я не хочу чтобы нас постигла участь но кто мракс думаю я смогу применить его если придется о не дорогой хорошо я не хочу учить заклинание те круто ты шо и на всю голову я хочу научиться заклинание круцио но лучше ты наложи его на меня научи меня заклинанию круцио и я наложу его на тебя я хочу научиться заклинание круцио но лучше ты наложи его на меня давай вот это я готов я хочу научиться этому заклятию но не стану применять его к тебе давай ты наложишь его на меня я этого не забуду круцио готов да да круцио а 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 на себя боль была просто невыносимая нельзя было наложить круцио пошли дальше хиром у меня хп сбилась мы нашли скрипторе салазар алюмзарина прямо не верится а вещичку можно было и по козырни положить слышишь так скрипторе салазара на слизерина секретная и хорошо защищенная комната под хогвартсом где салазар слизерин похоже проводил много времени строя долговечные планы в отношениях студенческого состава и размышляя о разногласиях которые у него были с другими основателями 篇 книга заклинание са слизерина о давай бастиан оменис здесь книга тебе удалось что-то найти идите дальше поглядите что там а я здесь задеваем ну ка подожди блять книга записки телескоп книга заклинаний они еще нельзя открыть бульонать нельзя открыть книгу и круцио круцио не давай вот так вот так или армус вот такой вот комбак ладно еще когда кого-то жахну случайно не хочу никого обидеть и бануть отдайте книгу себастья Дайте книгу Себастьяну. Маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое нетовольство на эту тему, прежде чем он и успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливает юный бездвездари, выдающий себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудет тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили, избавитель, который изгонит тех, кто недостоин, находится в стенах Хогвартса и способен лишь занять мое место. Интересно, интересно. Покиньте скрипторий. Я не хочу уходить, но я в долгу перед вами обоими. Без вас двоих мы бы ни за что не зашли так далеко. Нам очень повезло, что мы не погибли. Давайте повернемся, что больше не будем в такое лезть. Пацаны, не хотите групповое фото сделать? Бля, вот туда, если кто-то посвятил. Круто. А, вот вы, да? Собрались втроем. Себас, групповое сэлфи. Блядь. А этот не повернется? Блядь, где оно нахуй? Это типа сосину свою повернула. Так, подземелье слизерина, погнали. А поместье, подай, блядь, поместье, блядь. Оменис, насчет твоей тети. Не надо, Себастьян. Я сейчас говорю серьезно. Мы обязаны поклясться, что больше никогда не станем связываться с темной магией. Понимаю. Мне очень жаль, что твоя тетя погибла, Оменис. Думаю, после всего случившегося, я благодарен за то, что удалось узнать о ее судьбе. Спасибо тебе. Круто, сука. скрипторий а смысл было еще раз перемещаться а эта лестница все я понял на бабочку найти здесь были замки какие-то вот этот кстати я не могу открыть а не могу я же сказал что приглашать обязательно ее пригласите я бы особо на это не рассчитывать в этот раз я ее применю вы это видели какой-то что это нас обелен охоты безголовых позволите ли вы пригласить вас на танец ничего не забыть здесь зал для празднования юбилея смерти давайте посмотрим что еще открывается за замками этот я тоже могу вскрыть аллахомора еще один чудо на зал наказаний видел меня сундук или не видел лично так что у нас по заданиям возвращение на путь и потерянный ребенок да так давайте посмотрим как работает круцов прочего здесь есть небольшой лагерь давайте на них испытаем круцов правда долго перезаряжается хочешь получить ты смеешь от и выжил Ну что ты это делал? Остопи. Контринбол. Экспелярис. Сам. Ха, зря стараюсь. Кое-то тут не считал. Я тебя били. Такие жестокости. Спит на всех церковых. Ох, так больно. Не, доктор. Да это запустится. Контринбол. Экспелярис. И пусть он. Акция. Что ты творишь? Слава, брат, слава. Возьмите мне. Круто. Акция. Да, послушайте. Экспелярис. Контринбол. Придум. Завтра будут синяки. Если доживешь, конечно. Акция. Экспелярис. Контринбол. Резак. Да я уснул сейчас. Резак. Резак. Нормально. Но долгая перезарядка у него. Так, вернулся я, в общем, в выручай комнату. Так, все тогда, ребятки. На сегодня на этом будем заканчивать. Интересная серия получилась. Выучили непросительное заклинание. Все, в следующей серии продолжим. Сходим к Наци. Все-таки узнаем, что хотела Наци. И продолжим двигать сюжет. Сходим в зал картографии. Все, ребятки. Тогда всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Всем пока. Продолжение следует.